Друзья, всем здравствуйте! Снова с вами я, Алена. Вы на моем канале. Всех-всех-всех, друзья, приветствую в прямом эфире. Подключайтесь. Сегодня мы с вами говорим о рационе долгожителей и как можно работать с рационом по разным таким вот системам. Я буду говорить, как всегда, с точки зрения нутрициологии, с точки зрения психологии и лично своего отношения. Запоминайте, у каждого человека есть свои потребности, которые ему необходимо лично закрывать. Здесь мы не говорим про генетику, потому что генетика является тоже особенностью личности, которая сейчас представляет какой-либо интерес перед вами. Сегодня, друзья, я вам буду рассказывать о том, что, например, влияет на поведенческое состояние и как еда влияет вообще на ваши жизненные истории. Мы отмечаем с вами, что питание может быть полезным, неполезным, белковым, жировым, углеводным, разным, таким же, как и вы. И потребности у нас у всех разные. У спортсмена одни, у диктора другие, у психотерапевта третий, но у тела у вашего четвертый. И на что мы с вами обращаем внимание? Есть люди, которые придерживаются определенного стиля питания, и так им выгодно, для того, чтобы тело могло выполнять достаточно практичную работу, достаточно долго. О чем я буду сегодня вам рассказывать? Я буду рассказывать вам о состоянии того, что может ухудшить работу ваших митохондрий, вашей психики, вашего душевного состояния, которое критически зависит от того, что вы потребляете. Во-первых, у нас у всех есть в организме такая история, как метилирование. Если мы не доделываем свое метилирование, мы постоянно, что мы имеем? Запор, понос, головную боль, депрессию, тревожность, выкидыши, много-много всего. Чтобы работать с метилированием, нужно быть действительно уже полгением, то есть и генетиком, и нутрициологом, и многим-многим. Мы с вами пока не доросли до этой инстанции, но мы с вами уже близки, мы стремимся. На что нужно обращать внимание? Мы с вами забыли о том, что такое молочка, пластик из магазина, мы с вами забыли о том, что такое химические конфеты, мы с вами забыли... Почему забыли? Ну, это не... Это не триггер, я могу это съесть. Кто-то может съесть. Но если это идет на постоянке, организм просто засоряется. Представляете, шлак, 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 у него нет возможности выжить. Вот так примерно происходит. Еще один момент, с которым нужно работать, на который нужно обращать внимание, друзья, это... Услышите меня, да? Вы меня слышите? Это, друзья, питание по вашему стилю и образу жизни. Если человек привык быть веганом, сразу переходить на какой-то рацион сложно. Но что должно быть у человека, чтобы его система полноценно работала? Вот погуглите и посмотрите, из чего вообще мозг строится, из чего строятся ваши кости, из чего строятся ваши зубы, ваша половая сфера, из чего она строится. И если человек каждый день недополучает, и он, например, какой-то веган, или он, например, какой-то корневор и вообще не понимает, что для организма нужны антиоксиданты. Если человек уходит в какие-то дебри похудения, а потом обжирается сутками, и он вообще в каком-то влаговом состоянии... Ну, вы поняли, да? То он там 40 килограмм, то он уже 180 килограмм. Ну, конечно, такой маятник. Ну, друзья, ну... Что важно знать? Питание – это основа здоровья. Каждый день вы можете что-то построить и что-то убить. Я желаю вам каждый день строить. Тело не строится только из овощей и фруктов. Тело не строится только из мяса. Тело не строится только из творога. И тело никак не строится только из каких-то орешков и семечков. Во-первых, вы – это вода. Во-вторых, вы – это минералы. Вы – это микроэлементы. И из этого вытекают все коферменты. Ну, я вам прям лекцию рассказала. Я не рекомендую вам сидеть на диетах. Я не рекомендую вам ограничивать свой рацион только одними и тем же однотипными продуктами. Но я вам рекомендую, друзья, категорически, категорически отказаться от пластика, от мусора. И ежедневно наполнять свой организм именно тем, что я назвала. Ко мне обращаются часто в практику. Ален, подскажи. Ален, у ребенка сопли. Ален, у ребенка нога отказывает. Ален, у ребенка то. Я не знаю ваш анализ. Я не знаю. Я точно знаю, друзья. Если каждый день вы будете соблюдать пищевую тарелку, вы будете вести пищевой дневник, вы будете обращать на триггеры, которые у вас возникают, то у вас будет меньше проблем. Например, мы говорим с вами о клинической аллергии, симптомах гистаминоза. Но это же теория желчного, кишечника, дисбактериоза, отсутствия минеральной поддержки и тем самым сбитого обмена веществ. Ну вот на ваши аллергии. Плюс другой момент аллергия связана с непереносимостью, реальной непереносимостью продукта. Организм говорит, ну не пихай ты это в меня, мне плохо, я уже хочу рвать от этого, а ты все меня это пихаешь. У меня уже понос от этого. Именно так действует организм, когда вот что-то сталкивается. Еще один важный момент, который не обратила внимания у вас. У нас у всех есть такая история, как сбитый электролитный баланс. Это очень сильно влияет на внимание, на память, на мышление. То есть магний, калий, кальций ушли, сместились, цинка не было, все, человек начинает болеть. Каждый раз узнавать, ну по анализу, ну бессмысленно. Но хотя бы наблюдать периодически, это важно. Что я вам рекомендую, друзья? Для того, чтобы у вас был нормальный рацион, не нужно, ни в коем случае не нужно слушать каких-то дяденек и тетенек, которые вам рассказывают лично про их судьбу и как у них там все было. Откуда они знают, что сейчас у вас, какая у вас ситуация? Похудеть можно, набрать вес можно, но быть здоровым это очень дорого и очень энерго и трудозатратно. Поэтому приготовьтесь, если вы хотите быть здоровыми, а тем более, а здоровье это счастье, друзья, то я вам предлагаю обращать внимание на то, что вы кладете в рот, на то, что является строительным материалом и то, что является угождением какого-то своего личного эго. И здесь у нас разные вещи, друзья. Вещи разные. Вот так. И еще одно, что хотела сказать вам, друзья, это, конечно же, состояние триггеров. Мы понимаем, что триггеры есть у всех. Но кто-то часто их привносит в свою жизнь, а кто-то нет. У кого-то аллергия на яйца, у кого-то дефицит кальция, у кого-то дефицит меди. Всем разные. Кому-то рыбу можно, а у кого-то будет уже интоксикация ртутью. И вам будут рассказывать, как полезен ПГ-протокол и как полезен еще что-то. Но первое, на что вам нужно обратить внимание, на чистоту, которая внутри. Друзья, с вами я, Алина. Вы на моем канале. Ставьте лайки. До новых встреч.